Впервые за полтора месяца в Тель-Авиве прозвучал сигнал воздушной тревоги. Хамас выпустил по центру Израиля 11 ракет. В решенном лиционе обломок ракеты упал на автомобиль, пострадавших нет. Сирена сработала и на севере Израиля. Хизбалла поддержала Хамас. Террористы, по всей видимости, решили продемонстрировать, что у них все еще есть порох в пороховницах. Дело в том, что незадолго до обстрела стало известно, что в Париже, где проходят переговоры между представителями Израиля, США, Египта и Катара, достигнут прогресс по сделке по освобождению заложников. Если сделки быть, то это означает временное прекращение огня, перед которым Хамас показал, что до сих пор способен сопротивляться. И это несмотря на то, что заявил министр обороны Израиля Юаф Галланд. Половина боевиков Хамаса убиты или ранены. Между тем, у США проблем прибавилось. Атака на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих и более трех десятков получили ранения, может привести к непредсказуемым последствиям. Первые жертвы среди американских солдат в ходе нынешнего обострения на Ближнем Востоке не могут быть проигнорированы Вашингтоном. В Белом доме уже назвали виновных. Президент Джо Байден недвусмысленно дал понять – за нанесшими удар группировками стоит Иран. «Мы потеряли трех храбрых солдат при нападении на одну из наших баз, и я прошу почтить их память минутой молчания. И мы ответим. Хотя мы пока еще собираем все факты об этом нападении, нам известно, что его осуществили радикальные вооруженные группировки, которые действуют в Сирии и Иракии и опираются на Иран. Можете быть уверены в том, что мы привлечем к ответственности всех виновных в тот момент и тем способом, которые сочтем нужными». Нападение было совершено на авиабазу Тауэр-22, которая находится в Рукбане, засушливом и пустынном районе на северо-востоке Иордании, на самой границе с Сирией. При этом прямо через границу расположена более крупная американская база Эт-Танфе. Веспилотник упал рано утром возле казармы, где находились военные, чем и объясняется большое число пострадавших. Всего на территории Иордании размещены несколько американских военных баз, на которых находится около трех тысяч военнослужащих США. Это не первое подобное нападение на американские объекты, но впервые 7 октября прошлого года оно произошло на территории Иордании. Как отмечают специалисты, пока не ясны мотивы этого нападения. С одной стороны, это может свидетельствовать об эскалации действий проиранских группировок в Сирии. С другой – следствием удара и орданских ВВС по юго-западу Арабской республики 10 дней назад в рамках операции по борьбе с наркотиками. Но в любом случае, уверена, специалист в области национальной безопасности США Элисон Макманус Вашингтон не сможет спустить это дело на тормозах. «Что я могу определенно сказать, так это то, что удар, нанесенный по американским военнослужащим, представляет собой фундаментальное изменение в правилах ведения боевых действий. Это первый раз, когда мы видим гибель американских военнослужащих в ходе нынешнего обострения. Это вызовет ответную реакцию. Станет ли это переломным моментом для гораздо более широкой эскалации, будет зависеть, конечно, от характера этой реакции. Очевидно, мы видим, как администрация действует в такого рода отношениях, по принципу «око за око». Вариантами прямо сейчас могут быть более интенсивные удары по иранским ополченцам, особенно в Сирии, но также и в Ираке. Есть также вариант, и мы уже видели, что некоторые члены Конгресса призывают к этому, нанесение прямых ударов по Ирану. Я не ожидаю, что Пентагон зайдет так далеко, потому что это, безусловно, приведет к еще более полномасштабному конфликту, которого нынешняя администрация явно не хочет. Но я также не думаю, что власти будут ждать слишком долго, особенно на фоне того, что Иран вооружает свои прокси и, по сути, дает зеленый свет атаковать американские войска. Очевидно, это может занять несколько дней или недель. Но мы увидим значительный ответ довольно скоро. Иран со своей стороны считает заявления о своей причастности к удару безосновательными. В МИДе Исламской Республики заявили, что продолжение удара в США по Сирии и Ираку, а также война в секторе Газа, лишь усугубят нестабильность в ближневосточном регионе. Группы сопротивления в регионе не подчиняются Исламской Республике Иран в своих решениях и действиях. Хотя Исламская Республика Иран не приветствует развития конфликта в регионе, она не вмешивается в решения групп сопротивления в том, как поддерживать палестинскую нацию или защитить себя и свой народ от любой агрессии и оккупации. Повторение необоснованных обвинений в адрес Ирана является проекцией и заговором тех, кто видит свои интересы в том, чтобы втянуть Америку в новую войну в регионе и подстрекать ее к расширению и эскалации конфликта, чтобы скрыть собственные проблемы. Иран следит за развитием событий в регионе с готовностью и бдительностью. И ответственность за последствия обвинений и подстрекательства против Ирана лежит на авторах таких необоснованных обвинений. Американские войска на Ближнем Востоке десятки раз подвергались нападениям со стороны исламистских военизированных группировок, которые поддерживает Иран. Особенно часто это стало происходить после начала войны в секторе Газа, которое усугубило напряженность по всему региону. США и Великобритания также наносят удары по йеменским хуситам, поддерживаемым Ираном, в ответ на ракетные атаки и удары беспилотников по судам в Красном море и Аденском заливе. К слову, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что к атаке на американскую базу причастен Иран. «Да, мы обеспокоены и призываем Иран сосредоточиться на доэскалации напряженности в регионе. Мы абсолютно осуждаем то, что произошло за последние пару дней, мои мысли с теми, кто пострадал, с теми, кто погиб, их семьями. Мы вместе с нашими союзниками решительно выступаем за то, чтобы принести стабильность и мир в регион. И именно в этом направлении мы будем продолжать работать». За последние недели Иран нанес ряд ракетных ударов по целям Сирии, Ираке и Пакистане, которые, по его утверждению, были связаны с группировкой «Исламское государство» или с Израилем. Тегеран также обвинил Израиль, главным союзником которого является США, на несении воздушного удара по сирийской столице Дамаску, в результате которого погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса Стражей Исламской революции. Но в этот раз Соединенным Штатам придется решать, объявлять ли виновником произошедшего непосредственно Иран со всеми вытекающими последствиями. По мнению экспертов, Вашингтоне прекрасно понимают, что Пентагон должен продемонстрировать способность решительно защищать своих военных. И критики президента Байдена, особенно в год выборов, безусловно воспользуются моментом, чтобы обвинить его в излишней мягкости по отношению к Ирану. С другой стороны, Вашингтон, учитывая глобальные вызовы, явно постарается не втягиваться в слишком дорогостоящий конфликт. Большинство аналитиков согласны в одном – реакция США на гибель своих военнослужащих обязательно будет. Но Белый дом постарается ответить таким образом, чтобы и без того нестабильный регион не ушел в неконтролируемое пике.